По установке обрамления, так скажем, декоративный облицовочный уголок, он же прижимной, на прямостенных теплицах. То есть это легенда и павильон. У павильона ставим только на стену, потому что там стена прямая, у легенды две грани крыша и стена. Сначала мы кроем стену поликарбонатом, прикручиваем все на шайбы, по торцу крепим поликарбонат просто клопами, мы их назовем клопики, саморезы клопики, без шайб. Лишний поликарбонат срезается заподлицо с трубой, 2-3 миллиметра, ничего страшного. Либо в ту, либо в другую сторону. И затем, а сразу сейчас скажем, что вот стеновой установили и ставим перелив. То есть поверх стенового ставим вот такой уголок, он на стеновом и под крышным. То есть мы поставили уголок, затем уже кроем крышу. Уголок ставится, крепится в каждой арке клопиками. Тоже сейчас заглянем. То есть он прижимается сюда и крепится. Поверх уже крыша. Павильон точно такая же система, только там крыша изогнута. Далее делаем верхний, ну вот можно в принципе и нижний, потом верхний. Ну вот у нас на монтаже порядок такой. То есть мы делаем верхний, чтобы пока внизу человек занимался. Ставил обрамление, докрутил поликарбонат. Сверху второй человек ползал коньки делом. Значит мы его прикладываем и крепим на... Какие у нас тут саморезы? Один 19, Миша. А? Подожди его резать может или надо? Ты примерял? Вот на такие саморезы снимаем вот эту вот шайбочку и прикручиваем. Потому что с шайбочкой он не дотянется и будет некрасиво. Все установили верхний, потом устанавливаем нижний. Но это мы можем наоборот. Сначала нижний, потом верхний. Все ставим уголок и прикручиваем его со стороны стены, чтобы со стороны торца... Тут где-то клопик у меня вкручен. Чтобы со стороны торца саморезы вот эти в глаза не бросались. Получается аккуратно и красиво. Все крепим на три самореза. И все остальные точно так же. То есть здесь по углам ни на торцах, ни на стенах шайбы не ставятся. Поехали на торца.